9 задач, которые могут решить ваше видео на ютубе. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и оффлайн бизнеса через ютуб, основатель агентства ютубис. В этом ролике мы с вами разберем 9 задач, которые могут решать ваши видеоролики на ютуб канале. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые и полезные выпуски и в правом верхнем углу уже сейчас вы можете узнать свой пошаговый план продвижения бизнеса на ютубе. Также ссылка есть в описании. А еще напишите мне в комментариях, какие задачи бизнеса на данный момент у вас решают видео. А мы разберем те 9 задач, которые знаю я. Первое – это увеличение продаж. То есть как это работает? Естественно, когда у вас есть видеоролики, вы можете их использовать на сайте, при общении с клиентами. Если это продающие видео на ютубе, то и так понятно, что они продают за вас 24 на 7. То есть вы один раз записали видеоролик и все время существования вашего бизнеса и вашего канала эти видео приводят вам потенциальных клиентов и делают продажи вместо вас. Вторая задача – это увеличение доверия. доверия. Потому как через видео клиент потенциальный может увидеть полностью и ваше производство, и то, какой вы человек. Так скажем, заглянуть к вам в глаза и к вам в душу. Действительно, вы можете ему помочь или нет. И отсюда, когда идет общение через видео и люди вас видят, доверия становится намного больше. Особенно, когда вы рассказываете какие-то действительно актуальные вещи и ценные, и помогаете своей аудитории решить их вопросы, задачи, проблемы. Третье – это подробная демонстрация продукта или услуги. То есть вы можете со всех сторон рассмотреть свой товар, показать его ценности, характеристики, как он работает, как его использовать. Вы можете рассказать о каких-то возможностях у вас курса, чем вы помогаете, какие более проблемы вы решаете, какие системы вы для этого используете. Человек вас видит, он понимает, что действительно, да, именно вы можете решить его задачу на данный момент, и он начинает к вам обращаться, следить за вами и в итоге покупать ваши товары или услуги. Четвертое – это уменьшение бюджета на рекламу. За счет чего это происходит? Видео на YouTube оптимизируются под низкочастотные и среднечастотные ключевые запросы, за счет чего они выходят в топовые позиции поисковиков, часто попадают в рекомендуемые и на главную страницу целевой аудитории. Соответственно, вы можете тратить меньше денег на контекстную рекламу, а если будете использовать рекламу в Google AdWords, да, видеорекламу, то там она вообще стоит копейки. Пятая задача – это автоматизация бизнес-процесса, о чем я сейчас говорю. То есть вы можете создать обучающие видео для своих сотрудников и, при найме, не объяснять им самостоятельно, что и как им нужно сделать, а давать им свои видеоинструкции. Или использовать видео в воронке продаж, где вы сможете донести более подробно ценность вашего предложения, какие услуги вы оказываете, какие товары вы продаете, чем они действительно могут быть полезны, как их использовать и так далее. Шестая задача, которая решает ваше видео на YouTube – это рекрутинг. И рассмотреть я его хочу с двух сторон. Первая – когда у вас обычная компания, да, и вы можете записывать видеоролики для потенциальных будущих ваших сотрудников. То есть, например, выпустить видеоролик, что вам требуется такой-то человек, такие вот условия, такие обязанности, и разместить его на разных биржах труда. И второй момент – это в том же MLM очень часто используются видеоролики. Почему? Потому что, когда человек вас видит, а MLM, вы сами знаете, у нас люди не очень хорошо к этому относятся, то люди проникаются доверием и идут за теми лидерами, которые через видео доносят ценность своей компании, своего продукта, да и вообще показывают свою личность. Потому что, как ни крути, люди покупают у людей и идут всегда за людьми. Седьмая задача – это узнаваемость. Очень часто видео служит такой отстройкой от конкурентов. И, например, есть пять компаний, которые занимаются чем-то одним, да, производством или продажами одинаковых товаров. И если у одной из них есть видео, то люди очень часто идут именно туда, где есть видеоролики. Потому, как они уже видели, они уже понимают, что действительно вы можете дать им то, что им нужно, в отличие от тех, у кого видео нет. Когда на вашем канале пять, десять, а то и сто тысяч подписчиков, то люди к вам начинают обращаться за коллаборациями, то есть снять совместные видео или выступить на вашу аудиторию. Вас начинают приглашать в качестве эксперта на различные мероприятия, да, то есть это дает вот такую узнаваемость и охват вам, вашему бренду, вашему бизнесу. Восьмая задача, которая может решать видео на Ютубе – это снижение затрат как раз таки на показ видеороликов. На самом деле видеореклама в Ютубе сейчас стоит от двадцати копеек за показ. Это очень дешево по сравнению со всеми другими вариантами таргетинга там ВКонтакте, в Инстаграме или в Фейсбуке. Девятое – это разгрузка отдела по работе с клиентами. Самое простое – это записать видео ответы на часто задаваемые вопросы, которые есть у вашей целевой аудитории. На этом у меня все. Вот это те самые девять задач, которые могут решать видеоролики на Ютубе. Если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Можете уже сейчас забрать пошаговый план продвижения вашего бизнеса, вы видите ссылку на экране и она есть в описании, и смотрите другие полезные ролики на моем канале. С вами была Юлия Измайлова, увидимся, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова